МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». В многолетнем споре, является ли история точной наукой, верх берет убежденность в том, что история, как и математические дисциплины, наука точная, так как основывается на точных исторических фактах. Даже если взять историческую дисциплину как археологию, то в археологии одна сплошная математика с геометрией. А если взять такой предмет, как история науки, здесь быть неточным нельзя. Вот и получается, что спор о том, является ли история точной наукой, это как спор логичного и нелогичного о точности математики. Тем не менее, оспорить аксиому «История наука точная» желающих много, а значит, появляются новые точки зрения на события ушедших времен, как следствие переписывания учебников, искажается представление о формировании государства, о роли личности и народов. Об этом и не только. Поговорим с историком Сергеем Назареевым. Здравствуйте. Здравствуйте, Стас. Ну, начну с того, что буквально не так давно мы с вами были участниками одного достаточно значимого и большого мероприятия, конференции, которая была посвящена 25-летию дипломатических отношений между Молдовой и Россией. Ну, и здесь, вы знаете, ну, первый вопрос, ваша оценка и вот этого периода истории, совместной истории Молдовой-России, ваша оценка того, как проходила конференция. И второй момент, вот не сложилось ли у вас такое впечатление, или разделите, может быть, со мной это впечатление, которое сложилось у меня, что диалог, который возник на этой площадке, он, знаете, был похож, ну, обозначил две тенденции. Вот с российской стороны, гости с российской стороны говорили о перспективах развития двухсторонних отношений, то есть о будущем. Гости из Молдовы, участники из Молдовы говорили больше, наверное, о том, что нас когда-то связывало. Здесь какой-то более исторический аспект. Вот у меня такое сложилось впечатление, что у нас это какая-то ностальгия, причем, когда нам что-то предлагают на будущее, возникает какой-то страх перед этим будущим. Но давайте по порядку. Сначала ваши впечатления о конференции и о 25-ти годах вот этой дипломатической дружбы. Ну, наверное, вы правы. У меня тоже сложилось такое впечатление, что россияне заряжены на будущее сотрудничества, а большая часть молдаван говорили о том положительном историческом прошлом, Причем и глубоко историческом, да. Да, которое связывает наши народы в течение многих столетий, в общем-то. А последние 300-350 лет, так мы вообще живем фактически одной жизнью. Но вот я вам скажу, что там была еще и третья точка зрения, которая на конференции, она не была принята как желательная. И я имею в виду себя. Потому что я говорил в основном о будущем. Но я говорил о тех проблемах, которые мешают нашему сотрудничеству. Понимаете как? Вот. И это, возможно, не всем понравилось. Я критиковал очень жестко наши власти. Ну, вы были модератором тогда на этой конференции. Вот. Но я тоже говорил о будущем. Потому что среди молдаван как минимум один человек был. Но я вам скажу, что не один я был такой. Потому что о том же самом говорил президент Дадон. Критиковал настоящее. Он критиковал настоящее. И я просто выдержал его линию. И я ее продолжил. Наверное, в более жестком таком режиме. Вот. Об этом же говорили и другие участники. О проблемах, которые создает молдавская сторона для сотрудничества. Проблемы создаются искусственно. В общем-то, потому что если исходить из нашего исторического прошлого, тут можно посвятить этому не одну передачу. Вот и нам времени не хватит. То и настоящее, и тем более будущее должно быть, в общем-то, светлым в отношениях между нашими двумя народами, двумя странами. Но по причине нынешних молдавских властей создаются проблемы во всех областях нашего сотрудничества. Вот, вы знаете, уже мы, в общем-то, ныряем в такую тему, как ведь то, что сегодня в настоящем происходит, это, мне кажется, напрямую связано с переосмыслением, ну, таким, знаете, начатым в сегодняшние дни, переосмыслением нашего общего исторического прошлого. Ведь совершенно иначе стали трактоваться события. Причем ведь, смотрите, они не целиком пересматривают многовековую дружбу Молдовы и России, а пересматривают какие-то самые важные вехи, связывающие нас в своем историческом, в этом историческом периоде. То есть, например, вот если уже говорить о приближающейся дате 72-летия Великой Победы, то вот, например, здесь, а это уже давно культивируется в нашей стране, такой пересмотр итогов Второй мировой, пересмотр участия населения Молдовы в освобождении Молдовы, в освобождении европейских государств от фашизма. И вот в этом, как мне кажется, есть, наверное, тот самый корень, который мешает заглянуть, не бояться будущего, совместного будущего, например, с такой страной, как Российская Федерация. Во-первых, вы связали две, конечно, взаимосвязанные вещи между собой, российско-молдавские отношения, молдо-российские, и проблема Второй мировой, Дня Победы. То есть, проблема исторических трактовок нынешних. Да, и во-вторых, в своем вопросе вы заложили и ответ, в принципе. Ваша позиция уже ясна, и она, в принципе, идентична и моему мироощущению. То, что нынешние молдавские власти пытаются пересмотреть и наше историческое прошлое в целом, и наши взаимоотношения с Россией, как одно из очень важных наших наследств нашего исторического. Но я вот в этом плане скажу вам следующее. Я думаю, что делается это не просто нашими властями. Более того, я думаю, что нынешние наши власти настолько плохо знают историю, и более того, даже то, что они знают, им абсолютно безразлично, им не нужна история, что не они решают, что им делать. Я вот и на конференции тоже об этом заявил, что они не самостоятельные. Они играют роль, в общем-то, своеобразных смотрящих. Вот какой-то хозяин из-за рубежа, из-за речки, из-за океана, назначил для Молдавии, и не только для Молдавии, но мы сейчас будем говорить только о Молдавии, не будем затрагивать наших соседей. Назначил каких-то людей выполнять определенный социальный заказ. А в чем состоит этот заказ? Мне кажется, это же политический заказ. Оторвать политический, геополитический, геостратегический, оторвать Молдавию от России. И вот именно этим они и занимаются. А как можно оторвать Молдавию? Этим занимаются не только молдавские власти, этим занимаются и власти других бывших советских республик, которые не являются самостоятельными, которые являются марионетками вот этих заокеанских или, в общем, зарубежных своих хозяев. Они являются ставленниками. Они исполнители чужой воли. На отрыв своих республик от России. Они выполняют заказ на фактические ослабления России. Но как можно оторвать твою страну от России, когда она связана многовековыми, историческими, экономическими, политическими, культурными, психологическими, цивилизационными, религиозными и какими хотите связями. Вы правы, чисто человеческими. Потому что мы породнились. Копните любую семью на постсоветском пространстве, ну, по крайней мере, в ее европейской части, и вы увидите, что она многонациональна. Если не в первом поколении, во втором, в третьем, в четвертом. В обязательном порядке. А иногда и многоэшелонирована она многонациональна. Вот для того, чтобы эту задачу реализовать, необходимо доказать всем этим людям, которые проживают в этой стране, в данном случае в Молдове, в Молдове, что Россия – это плохо. А как ты докажешь, что Россия – это плохо? Надо исказить историю. Надо представить дела так, что Россия – агрессор, Россия – оккупант. Все, что было положительно, необходимо замолчать. Или вообще оболгать, исказить и так далее. Вот этим они и занимаются. Почитайте, опять-таки, наши молдавские нынешние учебники истории. Вам не нужно читать военную доктрину Молдавии. Вам не нужно читать внешнеполитическую доктрину, доктрину безопасности. Потому что там об этом даже и не написано. Потому что у нас эти доктрины, ну, это другой вопрос. Вы почитайте наши учебники. И там вы увидите, что Россия – враг. И ни одного положительного слова вы не встретите, не найдете на страницах этих учебников. Вот вы говорите, что искажаются только самые ключевые моменты нашей истории. Это так. Потому что история в школе, хотя она и преподается, в общем-то, как из изначальных, самых древних времен до сегодняшнего дня. Но в любом случае акценты где-то ставятся на какие-то ключевые моменты. Это верно. В нашем случае 1812 год, 1918, 1940, 1944, 1991 год. Но если вы посмотрите на период до 1812 года, там же тоже идет искажение. Но, во-первых, вы не встретите ничего о том, что между Молдавией и Россией было много общего с самого начала возникновения нашего государства и установления соответствующих отношений. Они были установлены еще в XIV веке. Впервые. И знаете, вот какой пример? Из Золотой Орды бежал старший сын Дмитрия Донского, Дмитрия Ивановича, Василий, наследник Московского престола. И он бежал через Молдавию. Он не мог бежать напрямую. Молдаване его приняли прекрасно, как брата. Снарядили его, выделили ему охрану. И далее уже из Молдавии он направился в Россию. Опять-таки кружным путем через Польшу, через Литву. И прибыл в Московское княжество. И вот тогда, можно сказать, что были впервые установлены такие и государственные в каком-то смысле, но скорее личные отношения между правящими династиями. Вы нигде не встретите этих моментов в официальной молдавской истории. Это вообще не важно. Далее наступает период, самый славный период в нашей молдавской истории, период Стефана Великого. А ведь в это время были установлены теснейшие отношения между Молдавией и Россией. Были установлены дипломатические отношения, династийные связи. Самая в средние века важная династийная связь в то время. Вы нигде об этом не встретите в наших молдавских учебниках. Более того, Стас, я вам скажу, что в момент образования молдавского государства государственным языком был русский язык. Тот, древнерусский, конечно, несовременный, естественно. Но вы об этом не встретите в наших учебниках, ни слова. В течение нескольких столетий он был государственным языком, языком государственной канцелярии. Еще дольше он был языком церкви. Понимаете, более того, я вам скажу, что такова история, что основоположниками, государственно образующими этносами, вот в множественном числе я говорю, были не только молдаване, они составляли большинство населения, конечно, примерно 60% от населения Молдавии, но около 40% составляли русины. А если говорить о боярских фамилиях, о правящей династии, вначале Богданешты, затем Мушатины, по крайней мере, выдающийся, наверное, крупнейший румынский историк, я в данном случае позволяю себе сослаться на его авторитет, румынский историк Николай Йорга считает, что они были славянского происхождения. Понимаете, тот же Драгош, тот же Богдан, имена славянские. Понимаете, возьмите их приближенных. Среди них, конечно, есть и много молдавских, воложских имен, потому что оба этноса являются государственно образующими. Но мы видим среди боярских фамилий очень много славянских имен. Понимаете-ка. Потом, в течение двух-трех поколений, эти боярские роды, они омолдавинизировались. И уже после первой сотни лет, когда Стефан стал государем нашей страны, то, конечно же, элита славянско-молдавская, она омолдавинизировалась полностью. Но в любом случае, язык русский оставался, он был жив. Он не просто в государственной канцелярии и в церкви работал. Опять-таки, ссылаюсь на выдающегося румынского историка Николая Йоргу, на его более старшего коллегу, крупнейшего румынского словиста Иона Богдана. Они оба в один голос утверждают, пишут об этом, что в семье Стефан говорил на русском языке. Понимаете как. И когда его дочь Елена уехала в Московское царство, и ее выдали замуж за наследника Московского престола, Ивана Ивановича Молодого, то она с русскими сразу же говорила на русском языке. Почему, как вы думаете? Да потому что это был язык ее семьи, ее родной язык. У нее мама была русской княжной тоже. И вот эти вот браки между славянами и молдаванами, они были на всех уровнях. И всегда. Вот слушая ваш прекрасный урок истории, у меня возник вопрос, правда я на него уже сразу и получил ответ. То есть вопрос был такого рода, чем все-таки было обусловлено такое тяготение людей, населяющих эту территорию, тяготение к своему восточному большому соседу. Отчасти я уже понял обоснование. Многими факторами. Многими факторами. Часть, конечно, это религиозно-культурная общность. Языком восточного православия был древнеславянский язык. Понимаете? И в этом смысле, так как мы приняли испокон веков православие как нашу истинную религию, наш народ, мы даже не знаем, когда мы приняли христианство. Но некоторые историки считают, что где-то в 3-4 веке уже на эту территорию стало проникать христианство. Естественно, тогда еще не было православия, католицизма, но христианство уже проникало. Но с момента, когда мы себя осознали народом, вот мы молдаване, мы народ, мы уже были православными, мы уже были много веков православными. Понимаете как? А языком восточного православия был славянский язык. Поэтому это был фактор, который сближал нас со славянами. В первую очередь с восточными славянами. Но не только с восточными. С южными, не в меньшей степени. С болгарами, с сербами, с поляками, с западными славянами. Мы жили очень и очень дружно, и очень тесно. Это не значит, что у нас не было противоречий. Они, конечно, были. Но вот в культурном, ментальном, психологическом плане, в цивилизационном, мы развивались в значительной степени как бы в рамках единой цивилизации, скажем так. Что касается геополитического фактора. У нас были общие враги. Татары, турки. В течение долгих столетий. Понимаете? Это нас тоже сближало с русскими, с болгарами, с сербами. Но в определенной степени и с поляками. Потому что и для поляков турки и татары были такими же врагами, как и мы. Поэтому Молдова долгие десятилетия и даже века была в очень тесных и династийных, и в вассально-сюзеренных отношениях с Польшей. То есть Польша была формально сюзереном Молдовы, то есть ее покровителем, а молдавские господари были басалами Польши. Как минимум номинально. Но это было. Понимаю. Ну вот печально то, что не все так подробно описано в современных учебниках истории. Вы знаете, даже печально не то, что подробно не написано. Что вообще, Стас, не написано об этом. Выпускники сегодня просто не знают. Они не являются носителями этого генетического кода, исторического кода, своей нации, своего этноса, что, в общем-то, мне кажется, и разрушает сегодняшнее... Ну вот вы, в принципе, ответили на этот вопрос. Мне даже нечего добавить к вашей постановке вопроса. Все так оно и есть. Но есть родители все-таки. Понимаете как? И есть еще один момент. Есть перспектива того, что наше государство после следующих парламентских выборов... Я уже не буду говорить о сроках, потому что не знаю. Раньше мне казалось, что в течение 2017 года будут выборы. Сейчас я не уверен в этом. Но даже если это произойдет в конце 2018 года, уж в конце концов не так уже долго осталось, сменится власть. И тогда, я надеюсь, что изменится экономическая ситуация, изменится социальная политика. Наше молдавское государство, если им эффективно управлять, оно очень быстро станет, я надеюсь, привлекательным для... Ну быстро, в таком историческом плане, все-таки не за день, не за два, естественно. Ну в течение хотя бы одного парламентского срока, да, в течение четырех лет изменится эта тенденция. У нас заработает экономика. Ну и естественно, не хлебом единым жив человек. Потому что если мы будем ставить акцент только на экономику, только на социальную сферу, и будем игнорировать культурно-гуманитарную вот эту область, то, чем мы с вами, в общем-то, профессионально занимаетесь, вы журналистикой, я историк, политолог, то у нас не будет государства. И в этом смысле нашей будущей власти необходимо очень серьезно менять гуманитарную политику. Вы правы, но мы как журналисты, в общем-то, где-то, наверное, чувствуем себя близкими к вам, к историкам. Но мы пишем или описываем день сегодняшний. Вы же даете оценку тому, что, или описываете то, что было в прошлом, далеком, не очень далеком. Описываем правдиво или лживо. Вот скажите, а как выбрать, допустим, молодому человеку? Вы же преподаете сейчас студентам, общаетесь с выпускниками наших средних учебных заведений. Я думаю, слово «среднее» — это даже комплимент этой системе образования. Вы с ними общаетесь, вы видите, какой уровень исторического заряда они в себе носят, и чем этот заряд может аукнуться нам в будущем. Вот с чем приходится сталкиваться, и как же, в принципе, что необходимо сделать в первую очередь, для того, чтобы изменить вот это мировоззрение, которое, в большом счёту, пагубно скажется на их будущей жизни. Потому что, в принципе, то, что сейчас навязано молодым, это навязано людьми безответственно, мне кажется. Я не думаю, что безответственно. А, в каком-то смысле вы правы, безответственно. С точки зрения истории. Да, но они сознательно, осознанно это делают. И ответственно. И ответственно. Они ответственны не перед своим народом. Перед своим народом вы правы. Они абсолютно безответственны. Но вот перед их хозяевами они очень добросовестны и ответственны. Но вы поставили очень глубокий такой вопрос. Опять-таки, простого ответа на него сложно дать. Нам не хватит передачи. Но я вот вообще, даже если вы мне позволите, чуть-чуть отойду от вашего вопроса, чуть-чуть в глубину. Вот перед нами даже не самая главная задача, не самая главная проблема. Как вот наши многоуважаемые телезрители, может быть, удивляться, что это коррупция ныне. Вот все сегодня возмущены коррупцией. Взятками, да. Мы живем в этой матрице. Да, мы живем в этой матрице. Дающие и берущие. Да, берущие. И это только нижний слой коррупции. Потому что на уровне принятия государственных решений, там же использование государственной власти в своих личных или клановых интересах, принятие законов по команде, невыполнение этих. Это тоже элементы коррупции. Мы уже знаем стоимость миллионов, миллиардов. Я не знаю стоимость. А, ну да. В смысле воровство из государственной казны исчисляется миллиардами. Но вы знаете, я скажу на первый взгляд, это не самое страшное, что сейчас происходит сегодня. Потому что коррупцию рано или поздно мы поборем. Понимаете, по крайней мере резко снизим ее уровень, ее градус. Вот самые страшные две вещи. Одну из них вы затронули. Вторую. А я вот скажу за первую, которую вы не затронули. Первая, это депопуляция нашей страны. Вот по причине вот этой политики, которую проводят нынешние власти. Да и предыдущие, скажем, не особо отличались в этом смысле намного лучше. Хотя какие-то попытки в предыдущий этап были предприняты. Но тенденция не была, к сожалению, остановлена. Но они не обрели необратимый эффект. Да, и вообще она... Очень легко почему-то все развернулось. Да, именно так, как вы говорите. Вот, и понимаете, вот именно по социально-экономическим причинам люди покидают нашу страну. Второе. Нынешние власти не соблюдают закон. Они не знают, что такое порядочность, что такое справедливость. Не говорю уже о элементарной человечестве, не говорю уже о социальной справедливости. Что такое законность, что такое соблюдение прав человека и так далее и тому подобное. Все это дискредитирует само молдавское государство. Люди уже никому не верят. И, в общем-то, уезжают из этой страны, потому что они видят перспектив. Особо молодые люди уезжают. И вот это самая страшная проблема. Следующая проблема, которая после этой идет, это то, что вы затронули. Значит, низкий образовательный уровень молодого поколения. И уже не только молодого поколения, потому что эта тенденция, она на протяжении, ну, господствует как минимум лет десяти. Вот примерно десять лет у нас идет просто обвальное падение уровня образования. А это основа основ. Понимаете, если нету в обществе в подавляющем большинстве, у подавляющего большинства его членов довольно-таки высокого уровня образовательного, у нас не будет квалифицированных кадров. Для решения любых вопросов, и производственных, и управленческих, и в области культуры, и так далее. Понимаете, у нас уже приходят в школу люди плохо образованные, которые учат, я имею в виду, приходят в школу учить других людей. Уже не просто дети не учатся, а некому их учить уже в значительной степени. Вот в этом самая страшная вещь. И вот эти вещи необходимо будущей власти решать. Ей будет очень сложно эти вещи решать. У Бернарда Шоу есть такая мысль, знаете, примерно звучит она так. Кто знает, тот делает. Кто не знает, тот учит, как делать. А кто не умеет делать ни того, ни другого, тот учит, как надо учить. Ну, в общем, вы знаете, все относительно. Это определение, оно тоже относительно. Американцы тоже говорят, кто умеет делать деньги, тот их делает. Кто не умеет, тот учит других. Но при этом, я думаю, ни я, ни вы не понимают, что не надо людей обучать. Людей в любом случае надо учить и обучать. Опять же, самые большие неудачники, лучшие учителя, тоже такая вот есть, ну не знаю, словесная аксиология. Господи, ну не знаю, здесь я, наверное, с вами не соглашусь, что они неудачники. Ну, в чем неудачники? В том, что люди пошли в систему образования работать. А где самые низкие зарплаты? Низкие зарплаты, в этом смысле соглашусь. А то, что они получают огромное моральное удовлетворение от того, что они передают свои знания, свой опыт молодому поколению, это, и если им удается этот опыт передать, и молодое поколение его принимает, воспринимает, то это удача, наоборот. Но вот в этом плане, вы меня только немного извините, я хочу привести вот один единственный пример. Потому что нас смотрят телезрители, я думаю, что и молодые люди, и их родители. Я все-таки из системы образования, поэтому говорить о том, что мы неудачники полные, я никогда не буду. Потому что большинство людей, которые работают в системе образования, они получают моральное хотя бы удовлетворение, если не материальное вознаграждение. Но сегодня наша система образования, она поражена всеми социальными болезнями нашего общества, в том числе и коррупцией. Вот я работаю в ВУЗе, я смело могу сказать, у нас практически нет коррупции. Я, по крайней мере, не знаю случаев, чтобы в нашем ВУЗе была коррупция. На нашем факультете 100%, я работаю в Государственном институте международных отношений, вот, и на факультете международных отношений у нас 100% нет коррупции. Понимаете как, вот это говорит о том, что еще есть... Самые строгие судья вас сейчас смотрят, наверняка студенты. Да, да, да. Вы можете пригласить наших студентов, можете провести опрос среди них, и они вам скажут, что в этом плане я не вру. Как минимум в этом. Теперь второй момент. Вот мы говорили с вами о подготовке кадров, и вы косвенно затронули вопрос, и я тоже его затронул. Значит, нам необходимо сейчас готовить кадры в разных областях. Я говорю, конечно, в основном о гуманитарной сфере, о сфере государственного управления, потому что наш ВУЗ этими вопросами занимается. И в этом плане я хочу сказать, что для будущей власти, вот, есть хотя бы... Мы не единственные, во всех ВУЗах есть много порядочных, честных, грамотных, подготовленных людей, но вот мы единственный государственный ВУЗ, которым стоим четко на прогосударственных позициях. Вы говорили, начали передачу с молда российских отношений. Вот наш ВУЗ также стоит за теснейшие отношения с Россией на всех уровнях, и на государственном, и на негосударственном. И по линии, вот, ВУЗовской, а также по линии отдельных предпринимателей у нас очень тесные отношения с российскими нашими коллегами. Так вот, я к чему веду? Что будущая власть, которая придет, которая сменит, неизбежно сменит эту власть, она должна будет менять многие вещи. И, естественно, она должна будет опираться на качественный интеллектуальный какой-то потенциал. Вот в этом смысле Государственный институт международных отношений, я могу смело утверждать, может служить основой для сообразной интеллектуальной поддержки будущей промолдавской власти. Вот сегодня, видите, вы подтвердили такой тезис, надо, живя сегодняшним днем, ковать свое будущее. Так только так. Вот вы уже сковали будущее своих выпускников. Ой, бог, не знаю, не знаю, насколько это так. Дай бог, чтобы так было. Да, дело. Но такой вот вопрос, ну, точнее, не вопрос, а… Я извиняюсь, Стас, вот это так, если нашей власти, эти наши выпускники, качественно подготовленные, будут нужны. А если они не нужны, что остается делать этим детям? Они уезжают за рубеж. Да, включаются в ту статистику, которую хотел упомянуть. Сейчас существует такая цифра, где-то порядка 114 человек в сутки покидают навсегда нашу страну. То есть свою страну покидают. Что тут скажешь? И это, конечно, страшно. И это молодые люди. Первые половины дня у меня состоялся разговор случайным образом с человеком, который, ну, знаете, еще недавно планировал развитие своего дела, которым он занимается уже не один десяток лет в Молдове. Он поднимает на ноги, казалось бы, совсем, так сказать, таких обреченных людей на инвалидность. Вот он планировал дальше этим заниматься. Буквально сегодня он мне заявил, а я уезжаю, вот собираюсь уезжать, потому что для детей будущего нет. То есть он никому не нужен, получается. Даже если уже пусть мне будет за 50, я буду ориентироваться уехать. Не то, чтобы будущего детей нет, он своего уже будущего не видит. Остаток своих активных лет, он понимает, что он будет жить в режиме такого постоянного выживания, без перспектив, хорошего результата в каком-то обозревом будущем. И это, конечно, угнетает жизнь в абсолютно таком пессимистическом, постоянном, перманентном настроении. Это невозможно. Оно губительно для личности. И, конечно, личность ищет выход. Просто бороться с мельницами, тут, сами понимаете, это, ну, как бы, уже мы знаем, все читали Сервантеса и понимают, как это все выглядит и со стороны, и внутри. Ну, вот, все-таки я думаю, что борьба тех людей, которые переписывают сегодня историю и воюя с историей, фактически, объявляя ей войну, вот объявляя таким страницам нашей совместной общей истории народов, проживавших в общей большой стране, победившей во Великое Отечественное, победившей во Второй мировой. Мне кажется, вот борьба с этим у оппонентов, настоящих историков, это как борьба все-таки с ветряными мельницами. Потому что, мне кажется, эту историю переписать невозможно. Как сказать? Ведь есть люди, которые носители правды, может быть, есть люди, которые способны эту правду нести дальше, но ведь… Вы знаете, я вот здесь вам, я с вами и согласен, и одновременно попытаюсь где-то возразить. Вы знаете, вот это невозможно сделать, если в обществе сохраняется критическая масса людей, думающих правильно, знающих, как это было в прошлом. Но дело в том, что то поколение, которое пережило Великое Отечественное и первые послевоенные годы, оно уходит. Их дети уже, это мы с вами и даже старше нас люди, которые родились после войны, которым больше 50, а то и больше 60, это их дети. Значит, они уже тоже не молодые, у многих из них есть внуки. Значит, они как бы восприняли эту правду от своих людей, но и эти люди скоро будут уходить из жизни. И вот настаёт благоприятное время для фальсификаторов. Ветеранов войны почти не осталось, их вдов почти не осталось, их дети уже тоже пожилые, пожившие. В стране разруха, в головах и в экономике разруха, молодёжь никому не верит. Оно уезжает из этой страны, создаётся благоприятная атмосфера для лжи. Ещё в 2001-2002 годах вот это переписывание было крайне сложным, понимаете, хотя оно всегда было. В 90-м году у нас же ввели историю румын, объявили на волне борьбы с коммунизмом, что всё, что связано с сетским прошлым, это плохо, это фальшиво. И дали нам типа правдивую, альтернативную версию нашей истории. На самом деле, в общем-то, мы тогда выбросили вместе с водой грязной и ребёнка из корыта. И нам подсунули совершенно чужое, нам не свойственно. На эту тему мы уже с вами неоднократно говорили, и в этой студии без меня об этом тоже другие люди говорили. Но в условиях, когда люди, которые жили в то время, уходят в прошлое, когда их дети уходят в прошлое, создаётся благоприятная ситуация, чтобы их внукам и правнукам внушать ложные истины. И эта тенденция имеет успех, я вам скажу. Вот буквально вчера, по-моему, я смотрел статистику, как люди воспринимают сегодня, кто победил во Второй мировой войне, кто сыграл главную роль в победе. Вот в западных странах уже подавляющее большинство людей считают, что это американцы, что это англичане, что это западные союзники внесли решающий вклад в победу. А те, кто считают, что Советский Союз победил, их уже в ведущих западных странах, в США, в Англии, в Германии, в Великобритании, менее 20%. А в некоторых странах эта цифра уже приближается к 10%. Так что переписывание истории получается, к сожалению, понимаете как. Если бы, например, жили бы те люди, которые одержали победу, которые воевали с фашизмом, тот же Деголь, тот же Черчилль, скажем. Так они открыто говорили тогда в свое время, что Советский Союз внес решающий вклад. Деголь вообще постоянно об этом подчеркивал, писал, говорил. Франция двух месяцев не продержалась. То, что спас Францию Советский Союз. Франция живет и выжила, и стала вновь независимой и последствия великой, только благодаря тому, что Советский Союз победил фашистскую. То есть он внес решающий вклад. Не надо отрицать и роль наших выдающихся союзников, героических союзников, в общем-то. Но наши деды и прадеды все-таки внесли главную роль. Вы смотрите, что происходит сегодня в Польше. Понимаете? Ведь фактически от физического истребления польский народ спасла Советская Красная Армия. А как сегодня нынешним полякам, нынешним поколениям преподносится? Ведь еще лет 15 назад это было невозможно в той же Польше. Потому что были живы основная масса, ну значительная часть, скажем, ветеранов были живы. Были живы их дети, которые или после войны родились, или были маленькими в годы войны. Сейчас этих людей или нет, или они уже в довольно-таки преклонном возрасте. И их становится все меньше и меньше. Поэтому в Польше смотрите, что происходит. Потом на уровне символов же происходит в Восточной Европе некоторые. Уничтожаются советские памятники советским солдатам, как памятники советской оккупации. Это тоже один из вопросов. И все больше и больше людей становится, которые верят в это и поддерживают эту тенденцию. Поэтому, конечно, много зависит от государственной власти в каждой отдельно взятой стране. Но, опять-таки, надо правильно голосовать, чтобы иметь хорошую власть, эффективную власть. Вопрос такого рода. А возмездие возможно вообще в истории? Допустим, возмездие над теми, кто перекроил все? Возможно. И в чем оно выражается? Вот еще по поводу переписывания истории. Вы знаете, как правильно историю пишут победители? Вот откуда мы знаем историю пунических войн, например, между Римом и Карфагеном? Исключительно по римским источникам. Откуда мы знаем историю гальских войн? Исключительно по римским источникам. Откуда мы знаем историю римско-дакийских войн? Исключительно по римским источникам. Они победили, они завоевали, и вот версию истории, которую мы ныне знаем, как правило, мы знаем из письменных источников, оставленных победителями. Было ли так, не так, это уже другой вопрос. История переписывается в угоду победителей. В этом смысле не надо быть в лагере побежденных, надо всегда быть в лагере победителей. Но я не предлагаю переписывать историю в нужном нам русле. В любом случае история пишется. Да, но понимаете, историю всегда, и ее не просто, вот римляне, те же римляне, они же и фальсифицировали, они ее не просто переписывали, они ее и фальсифицировали. Древнеримская история в той версии, которая у нас есть, она не всегда соответствует реальным событиям, которые происходили тогда. Наверное, склонны к идеализации. И вот сегодня, я к чему веду, сегодня, те люди, которые считаются победителями в холодной войне, они пытаются переписать всю прошлую историю под себя. Но мы с этого начинали, между прочим, с вами, нынешнюю передачу. Представить события, что от них всегда исходило благо, исключительно от них исходило благо, как когда-то от римлян, только благо. Хотя это благо неслось на штыках, на убийствах, на массовом геноциде, я говорю о римской политике. Ну и нынешние победители, в кавычках, в холодной войне, они тоже не святые. У них тоже грехов выше крыши, они проводили колониальную политику, истребляли миллионами, десятками миллионами людей в колониальных завоеванных странах. Да и в своих странах долгие годы давили собственный народ. И вот им необходимо, вот что осталось у нас, у наследников, тех людей, которые победили фашизм. Вот последнее, что у нас осталось, как бы чуть ли не последнее, ну я так, конечно, в переносном смысле говорю, чуть ли не последний рубеж, это правда о Второй мировой, о Великой Отечественной войне. Вот этот последний рубеж они хотят взять, уничтожить, исказить, и тогда они из этого народа могут лепить все, что угодно. Потому что не хлебом единым жив человек, все-таки сознание и духовные ценности, они имеют большое значение. Ну вот по фиозам-то, или будем говорить вершиной поступка для человека, который верит в правдивость той истории, которую он изучал когда-то в школе, когда молдавский народ был в стане народов-победителей, вот таким, ну не знаю, такой вершиной вот этого вот мировоззрения, конечно, является 9 мая, и тот марш, в котором принимают участие, и отрадно, конечно, говорить, что еще десятки тысяч людей готовы приходить на мемориал в этот день. Ну, я думаю, даже сотни тысяч, если взять в масштабах республики, потому что в районных центрах, в селах люди же выходят, возлагают цветы. Если говорить в целом по республике, то значительно половина населения активного, она выходит и возлагает цветы к павшим героям. Будете участвовать 9 мая в марш? Ну, наверное, буду, конечно. Я вот и сегодня участвовал в одном подобном мероприятии по подготовке праздника. Ну, как и любой нормальный человек, я тоже призываю наших людей выйти, возложить цветы, или хотя бы помянуть за праздничным столом своих дедов, прадедов. Это необходимо сделать. Даже сидя у телевизора, скажем, и смотря Парад Победы, смотря репортаж с нашего мемориала, наш президент, я так понимаю, будет в это время в Москве на Параде Победы. Да, мы будем вести прямую трансляцию, и то, что будет происходить в Кишине. Да, и это правильно. Так оно и должно быть. Вот хотя бы раз в два, в три, в четыре года наш президент должен ехать на Парад Победы в Москву. Потому что мы были частью, подавляющее, абсолютное, подавляющее большинство молдаван были, воевали в Красной Армии. В то время были вместе с русскими, с украинцами и так далее. Но даже если ты будешь сидеть у телевизора, ты душой будешь отмечать этот день. Ну, 9 мая, как для вас, как для историка, конечно, это важная веха и существование. Как для гражданина, как для человека. Но вот как для гражданина, что все-таки для вас 9 мая? Ну, смотрите, Стас, наверное, и в вашей семье то же самое, и в моей семье. Вот четыре прадеда моих детей, потому что не только мои два деда, но и два деда моей жены, то четыре прадеда моих детей, они уже мои тоже. Через моих детей они мне тоже родные, эти люди. И все их братья, и все братья наших бабушек, наших прабабушек, прабабушек моих детей, они воевали в Красной Армии. Все. Ну, что, с чем может быть для меня этот день? Ну, это и мой день. Да и меня бы не было, и вас бы не было. Не было бы Польши, не было бы России, не было бы... Да многих стран бы просто не было, понимаете? Не было бы физически уже этих народов в Восточной Европе. Я уверен, их западные. Они бы истребили бы, истребили бы вначале в Восточную Европу, потом бы и других бы истребили. Истребили бы и своих союзников, румын, итальянцев. Ну, знакомая тема, смотрите, что происходит у нас в Молдове даже. Да, я понимаю. Хотел провести такой параллель в происходящем сегодня в политике, сегодняшней Молдове, когда, смотрите, бывшие союзники пожирают друг друга посредством прокуроров из Центра антикоррупции. Ну, вот, бог с ними. Это я такой параллель, как журналист сегодняшний. А вот это мне нравится. Пусть они друг друга пожирают. Вот эти пусть друг друга пожирают. Рано или поздно, если придет здоровая власть, если здравые люди придут... Я понимаю, что всех пересажать нельзя и не надо. Но хотя бы самых главных, которые замутили вот эти вот все коррупционные скандалы, которые разрушают экономику, которые продают наши национально-государственные интересы, которые, в общем-то, продают свой собственный народ за право его грабить. Понимаете, как они поставлены, мы уже говорили об этом, в качестве смотрящих. Да. И за это им дается право. И за это им дают право грабить свой собственный народ. Вот хотя бы этих главных надо посадить. Тогда у людей будет какое-то ощущение справедливости. И тогда они станут вновь верить в будущее этой страны. А без этого не будет в будущее. Сергей, последний вопрос. Вот ваше отношение к такой инновации сегодняшних властей объявить 9 мая не только Днем Победы, но еще и Днем Европы. Я вам скажу, что это не только нынешние власти. Они уже много лет пытаются это сделать. По-моему, где-то с 2010-2011 года вот они уже начали это дело. Но я вам скажу так. Это вообще аксиома. И это все знают. Без Дня Победы не было бы Дня Европы. Вот не надо противопоставлять эти два события. Для нас 9 мая это святой день. Но в Европе в это время уже было 8 мая. Поэтому они отмечают 8 мая. В Москве было 10.40, когда было подписано. По-моему, даже 10.42, когда была подписана капитуляция. У нас тоже, мы тогда жили по московскому времени, у нас тоже было 10.40, 22.40, то есть вечера. Ну, если по нынешнему, скажем, времени, 23.40. Поэтому мы в любом случае отмечаем 9 мая. Спасибо большое за разговор. Я думаю, зрители дадут свою оценку нашей с вами беседе. И я думаю, что многим, конечно, было важно услышать ваше мнение. И то, как сориентироваться, что ли, в происходящих процессах. И обозначить. Знаете, я как журналист часто отмечал такой факт. Когда зритель в своем восприятии информации резонирует с тем, что подается с экрана, то это как раз был такой, знаете, сигнал нам, индикатор тому, что мы говорим, если не абсолютную, но все-таки правду. И это важно. Спасибо вам за приглашение. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был историк Сергей Назареев. Оставайтесь с нами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин